Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мне посчастливилось побывать в замечательном месте, которое называется питомник декоративных растений Красный Клен. Находится он практически в городе Минске. Пожалуй, это самый крупный питомник декоративных растений на территории нашей республики. Чего здесь только нет! Сам питомник располагается на площади добрых десятка гектаров, и вы можете провести здесь целый день в поисках и любовании всевозможными интересными растениями. Не зря у меня в руках вот такой красивый шикарный рододендрон. И вот на фоне такого красивого рододендрона я тоже сейчас перед вами. Сейчас самое время для выбора этих растений, а они предстают перед вами во всей красе. Однако, сегодняшний выпуск я хочу посвятить несколько иной теме, а именно живым изгородям. Существует два базовых типа живых изгородей – из хвойных растений и из лиственных растений. В последнее время популярность набирают всевозможные шпалерные формы плодовых и декоративных растений. Вот такая шпалерная яблонька представит из себя замечательную крупную изгородь, с которой, кроме того, еще и можно снимать вкусные плоды. Однако, у большинства людей изгородь ассоциируется скорее с различного рода кустарниками. Хвойные изгороди, хоть и весьма популярны, однако же обладают рядом недостатков. Это связано с некоторой неустойчивостью хвойных растений в подобного рода посадках. И хотя и кустарниковые, и хвойные изгороди требуются периодически стричь, И, несмотря на то, что хвойные в течение зимнего периода времени оставляют хвою и не теряют своей декоративности, если ваша изгородь прилегает к дорожной полосе, либо же в изгородь дуют какие-то ветра, либо весной на нее светит яркое солнце, отражается от снега, В этом случае отдайте предпочтение изгороди из лиственных культур, потому что хвойные могут выпадать. В этом случае вам обязательно придется подсаживать новые растения. А ведь эти растения будут моложе, будут другой фактуры, не подвергались стрижке в этой изгороди. И хвойная изгородь, несмотря на свой регулярный, красивый, круглогодичный зеленый вид, теряет свою декоративность. Поэтому хвойные изгороди хороши там, где климат мягкий, где нету сильного ветра, нету соли от дороги, нету брызг грязных. Ну и, что греха таить, нету большого обилия домашних животных, которые и хвойным изгородям зачастую приносят довольно много недостатков. Поэтому остановимся сегодня именно на лиственных изгородях. Прежде чем выбрать ассортимент для своей изгороди, обязательно определитесь, будет ли она высокой или низкой. Высокие изгороди предназначены для создания непреодолимых препятствий для движения людей, животных, транспорта. Ну, собственно говоря, выполняют те же самые функции, что и заборы. Если же речь идет о низких изгородях, то здесь надо знать, что они в основном выполняют декоративную функцию, не столько барьерную, сколько являются украшением вашего участка. Эти изгороди, декоративные изгороди, годятся для зонирования вашего участка. Например, для отделения хозяйственной части от декоративного сада, огорода от плодового сада или для зонирования каким-то иным образом. И высокие, и низкие изгороди можно приобретать здесь в садовом центре. Растения, выращенные совместно и подстриженные совместно, точно так же перевозятся из мест их выращивания и продаются, как правило, целыми блоками для посадки в том же виде, в котором они росли в питомнике, и в том виде, в котором их там подстригали. Это очень удобно. С другой стороны, если какое-то из растений у вас выпало из изгороди, то в питомнике можно приобрести примерно того же возраста и фактуры растения для замены. Этим очень удобны крупные питомники. Когда вы получаете материал из одного питомника, однородной партии. Поэтому не отчаивайтесь в своем желании вырастить вот такую большую, шикарную изгородь. Это вполне по силам. Для высоких изгородей, особенно если надо защититься от домашних или диких животных, а также от людей, что греха таить иногда, это бывает необходимо, лучше всего выбрать боярышник. Это не кустарник, не дерево, но такой, как бы сказать, высокий-высокий кустарник. Если вы хотите выстригать вашу изгородь в каком-то красивом очень виде, в этом случае вам необходимо выбрать берючину. Берючина стрижется прекрасно, выдерживает многократную стрижку, практически никогда не выпадает, а еще дает ягоды. Они несъедобные, но являются прекрасным кормом для множества птиц. Создавайте экологический сад. Среди множества видов лиственных кустарников, пригодных для создания компактных изгородей, безусловным королем является барбарис, а королем королей – барбарис Тунберга. Это все связано с тем, что он существует во множестве сортов – раскидистых, компактных, вертикальных, и, конечно же, для изгородей лучше всего подбирать вертикально растущие сорта. Это связано с тем, что постепенное подстригание верхушек будет стимулировать подрастание боковых побегов, которые также будут расти вертикально, что в совокупности с регулярным уходом за изгородью создаст очень и очень декоративный вид. Барбарис может быть зеленой листвой, с красной, с желтой, с темно-бордовой. Вы можете создать регулярную изгородь по цвету, а можете скомбинировать несколько сортов с различной окраской листвы и создать свою неповторимую фантазийную изгородь, которой никто не сможет воспроизвести, потому что узор рисунок будете подбирать именно вы. Не отстает от барбариса Тунберга и спирея. Пожалуй, это второй по популярности вид для живых изгородей. Среди спирея для изгородей и вообще среди спирея по разнообразию сортов, безусловной королевой является спирея японская. У нее также, как и у барбарисов, можно найти множество сортов с разной фактурой, стелящиеся, высокие для изгородей или одиночных посадок, раскидистые, более или менее компактные и с огромным разнообразием цвета листвы. Поэтому или вы выберете однотонную, или скомбинируете несколько сортов, в любом случае вы получите совершенно превосходный результат. Кроме того, спирея очень хорошо стрижется, а в случае даже каких-то повреждений растений, прекрасно восстанавливается, тем самым давая себе большую фору перед изгородями из хвойных растений. Еще одним большим любимцем садовых, ландшафтных дизайнеров, которые используются часто при изготовлении лиственных изгородей, является дерен, или сведена это растение еще называется. Существует несколько видов и множество сортов дерена для такого вот озеленения, для создания изгородей. Изгороди из дерена отличаются быстрым ростом. Если вы хотите создать быстро высокую, достаточно высокую изгородь, не такую высокую, как нужна для того, чтобы скрыть дом, но и не такая низкая для того, чтобы просто разделить участки на вашем огороде, отделить огород от сада или еще выполнить какую-то декоративную функцию. Вот для средних изгородей, ну или если у вас домик находится в какой-то спокойной, тихой зоне, где не ходят дикие или домашние животные, от них не надо защищаться, но просто хочется скрыться немножечко от постороннего шума и глаза. В этом случае дерен вам попадает идеально, потому что он достаточно быстро растет, он прекрасно стрижется, а еще у него есть сорта с белым окаймлением, с желтым окаймлением, с темно-красным окраской стволов, с темно-бордовой, с желтой и других оттенков. Поэтому, как и с барбарисом и с аспиреей, вы можете подобрать разные сорта дерена для того, чтобы создать весьма фантазийную изгородь, либо выбрать более регулярный стиль. Кроме того, у дерена есть еще одно преимущество перед другими видами растений. Он очень-очень устойчив к морозу, к ветру, к снегу, к прочим неблагоприятным факторам окружающей среды. Поэтому, если какие-то подобного рода факторы являются у вас ограничивающими, лимитирующими, выбирайте для своей изгороди дерен. Что ж, это очень небольшая доля того ассортимента, в том числе для живых изгородей, который вы можете найти в питомнике красный клен. Ну, а в завершении нашего сюжета об изгородях я расскажу о том, как рассчитать количество растений, необходимое для изготовления изгородей. Посадка живых изгородей может вестись разными способами. Она может быть в один ряд, в два ряда, в три ряда. Ну, может быть и больше, но это уже нерационально. Вот эта ширина количества рядов, которые вы будете планировать, зависит от того, насколько мощную изгородь вам необходимо создать. Если это всего-навсего декоративный элемент, тем более, например, это спирея, которая растет и в ширину, и в высоту, очень хорошо вы можете ограничиться и однорядной изгородью. Если же вам надо создать непроходимые джунгли, которые станут препятствием даже для какой-нибудь соседской козы, в этом случае вам стоит подумать и о трехрядной изгороде. Еще раз напомню, что изгороди из лиственных растений гораздо лучше восстанавливаются в случае каких-либо повреждений. И если механические, солнечные, химические ожоги являются проблемой, то выбирайте обязательно лиственные кустаренькие деревья для создания изгороди. Давайте посмотрим на примеры расстановки растений для создания изгородей. Наиболее простой является посадка однорядной изгороди. На один метр погоны достаточно 3-5 растений. Допускается небольшое количество растений в случае, если крона, как в видео, является широкой. В этом случае кусты будут больше расти в ширину и создадут достаточно густую изгородь. Для совершенно непроходимых изгородей необходимо высаживать больше растений, но не более 5 на 1 погонный метр. При стрижке густота изгороди будет увеличиваться, создавая непроходимые заросли, особенно колючих растений. При посадке двухрядной изгороди растения размещают в шахматном порядке. Расстояние между растениями меньше, чем при выращивании однорядной изгороди. На один метр погонный размещают 2-3 растения. Растения второго ряда размещают на таком же расстоянии, как расстояние между растениями в первом ряду. Получается, что растения располагаются по углам равнобедренного треугольника в шахматном порядке. Таким образом, планируемое количество растений должно быть примерно на 30% меньше, чем если бы вы запланировали высаживать две однорядные изгороди. Такие изгороди гораздо гуще и функциональнее, чем однорядные. Подходят для большинства участков. Трехрядная изгородь высаживается, как еще один дополнительный ряд, к двухрядной изгороди. То есть, растения также располагаются в шахматном порядке относительно крайнего ряда. Такие изгороди являются высокодекоративными, малопроходимыми как для человека, так и для животных. Их очень красиво стричь. В таких изгородях декоративный эффект растений проявляется максимально. Особенно, если вы комбинируете один и тот же вид растения, например, барбарис тунберга, одной и той же фактуры, но с разной окраской листвы. В таком случае, каждый ряд или каждый блок изгороди можно заложить разным сортом. И получить очень красивую и декоративную изгородь, которая будет неповторимой и будет только у вас с вашим индивидуальным рисунком. Что же, на этой такой ясной и яркой и приятной ноте я заканчиваю свой выпуск о живых изгородях из лиственных кустарников. Сердечно благодарю питомник Красный Клен за предоставленную возможность рассказать вам об этих удивительных растениях. И приглашаю вас в это замечательное место для того, чтобы, если не купить, то, по крайней мере, полюбоваться на современное разнообразие множества видов декоративных растений. Всего хорошего!